Ну, знаете, я хочу, чтобы Слово, которое Бог сегодня, я верю, что Бог, Он что-то сегодня хочет высвободить, чтобы Слово, оно сегодня открывалось, чтобы мы Слово принимали не просто разумом, но прежде всего сердцем, пропускали через сердце, через дух. Знаете, что меняет человека? Это откровение. Откровение, которое он получает. И он получает это откровение, и происходит изменение. Он понимает, что, о, да, я слышал вроде это, но что-то новое. Я понимаю, что сегодня мне что-то нужно изменить, мне нужно что-то исправить в своей жизни. Ведь мы же всегда говорим, мы молимся о том, чтобы дойти до конца. Нам важно дойти до конца. А это каждодневный труд. Аминь. Поэтому давайте помолимся. Пусть Бог сегодня проговаривает наше сердце и меняет нас. Дорогой Господь, я раб, ничего не значащий. Кто я без Тебя, Господи? Но ты сегодня вкладываешь в сердце мое то слово, которое ты желаешь передать каждому, кто сегодня здесь, на этом месте. Каждый, кто сегодня будет или завтра смотреть прямой эфир. И я молюсь, чтобы Твое слово было помазано Духом Твоим Святым, Твоим помазанием, и чтобы Твое слово, наполненное благодатью, меняло жизни, преображало, на что-то указывало. Господи, благодарим Тебя, что сегодня наш разум, наш дух открыт для слышания, для перемен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Буквально, пастор, в прошлую субботу мы начали говорить о том, что молитва – это важность для Божьего присутствия, для изменения каждого из нас. И мы все эти два месяца будем говорить о молитве. Но, вы знаете, после проповеди я открыла место из Писания и начала читать, и Бог продолжил это же место из Писания дальше, эту историю. И мне просто открылось, что Бог, Он желает, чтобы народ, Он не просто, знаете, совершал молитвы. Я знаю, что сегодня мы все молимся. Мы сегодня все молимся, потому что такое время. На кого же мне уповать? Как не на папочку родного, да? Как в этой песне поется. Сегодня все молятся. Но, знаете, я думаю, что Бог желает, чтобы мы не просто молились каждый день. Но Бог желает, чтобы через эту ситуацию, через то, что мы сегодня проходим, мы изменились. Мы изменились. Знаете, чтобы не превратилось просто в религию. Вот молитва ради молитвы. Я честно, я переживаю, потому что я каждое утро встаю и готовлюсь к молитве. И я просто переживаю о том, чтобы оно не превратилось, знаете, ну, как по обыкновению. Ну, прочитал, помолился, знаете, заученство. Но чтобы, да, профессиональным молитвенником не стали. Но чтобы в молитве была жизнь, изменение. Чтобы меняло прежде всего нас изнутри. Так важно изменение внутреннее нас, дорогие. Итак, хочу поделиться этим словом название этой проповеди. Вы видите, пожалуйста, почему Господь медлит. Я думаю, сегодня многие с вопросом приходят к Богу и говорят, Господь, ну ты что? А где ты? Мы молимся, мы постимся, мы все, что можно было сделать, делаем. Но ничего не происходит. Но вы заметили, ситуация что-то усугубляется. Подрыв, это вообще, знаете, такая точка, когда содрогнулась не только наша Украина, но весь мир. И мы понимаем, что, что ли еще может быть, мы не знаем, что. И у нас вопрос, Господь, а почему ты медлишь? Почему, почему не прекращается эта кровопролитная война? Как, Бог, ты смотришь на убийство детей? Ну, многие, знаете, делают этот акцент, это же дети, они невинны. Ну, ладно там, ну, дети, как погибли? И, знаете, много-много вопросов. Почему Господь медлит? И я вот через это местописание, Бог просто ответил. И я хочу этим с вами поделиться. Чтобы на этот вопрос мы нашли ответ. Не просто ответ, ну, как бы, наше, как мы себе думаем. Но как говорит Слово Божье. Это Бог говорит. И Бог сегодня обращается к каждому из нас. Почему на сегодняшний день мы, может быть, еще не видим того результата, которого нам по-человечески очень хочется. Чтобы быстрее закончилась война, чтобы это все прекратилось. Итак, начнем со Слова Божьего. Это Луки, 18 глава, с первого стиха. О том, о чем начал пастор прошлую субботу. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Найдет ли веру на земле? Вы понимаете, Бог, Он допустил эти обстоятельства. И Бог желает, чтобы народ Украины, каждый человек, Он изменил свою жизнь, изменил свое сердце, изменил свое хождение каждодневное. Знаете, мы можем вызывать и говорить, вот тот враг, нам очень свойственно замечать ошибки и дела других людей. Но как нам не хочется обращать внимание на себя? Как нам не хочется себя менять? Ведь сегодня, на самом деле, плачевное состояние христианства. Я прежде всего хочу обратиться к тем, кто пригласил Бога в свою жизнь, кто сказал, «Господи, якаю в своих грехах, приди в мою жизнь и помоги мне, поведи меня!» Мы вначале бежали, когда Бог освободил, когда не было вообще никаких преград. Мы шли пешком на ночные молитвы, мы бежали, мы платили любую цену. Но потом Бог, милосердный наш Господь, Он начал благословлять. Сейчас многие на машинах ездят, сейчас уже и жилье есть, и обеспечение. И вот, знаете, плоть, вот она такая, она расслабилась, она расплылась. Звонишь, а чего тебя нету в церкви? У меня дела. А чего ты не можешь тут послужить, помочь кому-то? Не могу, семья же, дети, Бог благословил. Теперь я все свое естество, все свое время отдаю благословению от Тебя, Господи. И мне нету времени. Очерствело сердце. Когда беды пришли, вы знаете, я обратила на это внимание, что больше отозвались на беду в нашей стране неверующие люди. Парадокс, вы скажете. Но почему-то что-то произошло с нашими сердцами. Мы привыкли к Божьему присутствию. Мы привыкли к тому, что, ну, Бог со мной, Бог благословляет, Бог все мне дает, да и покроет все мои негаразды, знаете. Так нам, мы уже теперь по слову можем списать разные свои дела, поступки. Но знаете, Господь видит и знает каждого. И мы можем взывать и говорить, почему, Господь, ты медлишь? Почему, Господь, ты медлишь? Но Господь медлит ради нас, дорогие мои. Он сегодня медлит для того, чтобы дать нам шанс изменить свое сердце, изменить свое хождение, изменить свои пути, потому что Бог ревнует об этой земле. Бог ревнует сегодня о людях. Бог ревнует, чтобы сегодня через нас, через верующих, пришло спасение в жизни других, которые еще не знают Христа. А кто им расскажет? Кто их спасет? Ну кто, дорогие мои? Давайте будем молчать. Устраивать войнаш. Мы будем, нам надо больше сейчас работать, больше, больше, потому что, ну все же, так тяжело. Послушайте, кому-то всегда хуже, чем нам, поверьте. Кому-то всегда, сегодня так больно и нехорошо. И Бог желает нас убрать от нашего, от самого себя, от нашего эгоизма, от того, что мне, мое для меня. Он желает переключить нас на нужды других людей. Поэтому медлит Господь. О молитве должна говорить, знаете. Но вот молитва – это образ жизни каждого из нас, каждый день. Когда ты в молитвенном состоянии пребываешь. Когда ты едешь, и ты молишься, размышляешь, ищешь пути, ищешь что, где, куда, где помочь, что сделать. Вот это, это молитвенная жизнь каждого христианина, каждый день. Итак, я хочу, чтобы мы с вами разобрали вот это место из Писания, которое мы сейчас прочитали. И я его, так знаете, несколько пунктов по стихам просто поразмыслили над ними, что Господь сегодня Он желает делать и совершать. Итак, первое мы, то, что пастырь начал, говорил в прошлый раз. Всегда молиться и не унывать. Всегда молиться и унывать, и не сдаваться, даже если очень долго нет ответа. Послушайте, по нашей неотступности Бог даст. Всегда. Всегда. Ну, вы помните, мы начинали о том, что... Не религиозно уже, знаете, по накатанному. Но это должно через сердце. Но молитва, она, это образ жизни, дорогие. И что бы ни происходило, мы не прекращаем. Мы молимся, мы доверяем Богу. А молитва включает это все. И хвала поклонения, и чтение слова, и пребывание в этом. Это состояние нашего сердца. Сегодня мы не расслабиться должны. Потому что оправдание, знаете, посттравматический, посттравматический у нас, военный такой. Мы переживаем. Да, 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 все вот в этом состоянии пребывают. Вот. И поэтому я вот так. Не, дорогие мои, ну вы что? Это не наш путь. Поэтому мы всегда молимся и не сдаемся. И не унываем, самое главное. Уныние не от Бога. Второе. Здесь же, из этих мест Писания мы находим. Всегда будут те люди, которые творят беззаконие. Знаете, тоже так же вопрос. Господь, ну сколько этот... Ну, мы не будем называть уже крик сердца у каждого. Сколько же это беззаконие будет продолжаться. И так же мы в жизни сталкиваемся с людьми, с начальниками, может быть, на работе. Ну, вот конкретно беззаконник творит такие дела. Ты думаешь, ну когда? Когда же это... Да, да, уже даже где-то... Когда же произойдет, да? Всем я могу помочь. Да. О, справедливость. Но видите, здесь выход нам какой дается. Что она, она ходила, пережде, заметьте, это вдова, она ходила. По неотступности, знаете, ходила. Доставала. Но мы также можем доставать в молитве, прежде. Вот мы о молитве говорим. Мы каждый день молимся за правительство. Мы достаем. Вы думаете, это просто так, это борьба в духовном мире. Мы промаливаем, промаливаем, молим всякого коррупционера, взяточника. И мы видим, процессы идут. Идут, идут. Идут процессы. Вот. Это одна. А вторая сторона, так же. Если мы живем по истине, нам не нужно бояться. По неотступности идти, говорить, показывать на какие-то беззаконии, которые кто-то отвергает. Не надо. Ой, как я буду выглядеть. Ой, меня выгонят. Слушайте. Ну, понятно, что с мудростью там не надо уже. Вот. Но, знаете, у нас есть у всех Дух Святой. Он подскажет с мудростью, как и что. Но молчать не нужно. Молчать не нужно. Нужно говорить и нужно действовать. Да? 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 Постревали? Не знаю. А, ну тогда? А что же это? А как это? Вот. А мы... Ага. Приходить и заявлять, как власть имеющие, да? Итак, всегда будут те люди, которые творят беззаконие. Но как важно продолжать молиться за них, чтобы пришли перемены. Бог может изменить всякого жестокосердного. Изменить его решение. Как здесь, в этой ситуации. Ну, представьте себе. Это же так достало. Что он думает, да только чтобы отстало. Вот так же иногда Бог, знаете, делает. Только чтобы отстали. Мы так уже в молитве достали. Делаю, сотворю. Это может... Это же... Может просто в течение секунды все совершится. Поэтому мы продолжаем доверять Богу и продолжаем действовать. Следующее. Третье. Здесь мы прочитали, что Бог защищает избранных. Седьмой стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Раз запятая здесь дальше. Хотя медлит защищать их. И вопрос стоит. Хотя медлит защищать. И мы иногда думаем, что ж такое. Раз церковь где-то бомбанули, да. Раз и разрушились. Где-то еще. Господь, ты же сказал избранным. Но знаете, иногда Бог будет допускать и разрушения, и разные ситуации в жизни. Но мы должны понимать, для Бога, вот услышьте меня, самое важное, это наша душа. В каком она состояние, дорогие мои. Почему мы сегодня говорим о том, что как важно, как важно быть в правильном положении перед Богом. Потому что Бог, Он смотрит, что внутри нас. Мы не заберем с собой ничего. Вы понимаете? И сегодня Бог, допуская, разрушая жилье, разрушая, забирая материальное, Он показывает, что важнее сегодня, чтобы ты сохранил свою душу спасенной. Не имущество. Сегодня Его разбомбили, Бог восполнит. Он порой даже допускает, отлепляет нас от этого материального, за которого мы годами собирали, собирали, собирали и делали на этом акцент. А вот раз, и нету. И что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать? Ну куда бежать, дорогие мои? Только Господь может помочь все это пройти. И Бог желает, чтобы душа наша была спасена. Спасенная внутренность наша, что даже если что-то произойдет, куда мы пойдем? Даже если прилетит. Вы понимаете? Поэтому Он защищает нас, конечно же. Конечно же, Он хранит и оберегает нас. Но я думаю, что самое важное для Него, это внутрь нас. Понимаете? А мы ж человеки. Мы ж все думаем. Выхожу с дома, кровь Христа на мое имущество. Машинка. Чтобы ничего не прилетело. Хоп. Везде кровь Христа. Косяки помазал. Все. Помазал везде. Ну, вы знаете. По вере вашей, конечно, будет так. Но неизвестно. Мы через минуту не знаем, что будет. Вот. Праведной верой жить будем. Мы верим, конечно. Доверяем, что Бог рыд. Ну, всякое может быть. Поэтому самое лучшее, что можем сберечь, это вот туда богатеем. Богатеем. Но Бог говорит, что Он защищает нас. Бог ли не защищает избранных своих? Вопиющих. Еще обратите внимание. Вопиющих день и ночь. Вопиющих, молятся, стоят по ломе. Это мы думаем, что Бог медлит. Но на самом деле Бог никогда не опаздывает. Он не медлит. Он знает, где, когда и как нас защитить. Следующее, четвертое. Бог подаст защиту вскоре. То есть в скором времени. Не когда мы хотим, но когда Бог увидит в этом необходимость. Мы же хотим, как мы хотим. Бог, ну я же тебе сказала, вот так. Мы же даже так молимся. Что-то приказываем Ему. Ну, правда. Ну, Он, как Он считает нужным. Почему? Нам нужно научиться Ему доверять. Молиться, да, совершать. Но не моя воля, Господи. Но Твоя воля, да будет. Да Твоя воля, как Ты это видишь. И помочь так, как Ты считаешь. Бог подаст защиту. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. В скором времени. Вскоре. Но дальше самый важный, ключевой. Но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли Бог веру на земле? Вы понимаете? Бог сейчас ищет тех людей, которые верят по-настоящему. А вера – это действие, дорогие мои. Я верю, и я сегодня плачу цену. Я Ему доказываю каждый день, что Он мой любимый, что Он мой возлюбленный. Я верю, и я ищу Его путей. Я верю, и я делаю все, чтобы сегодня принципы царства распространялись, чтобы люди спасались. Я верю, и я действую. И вера, она подразумевает внутреннее состояние, дорогие мои. Хождение с Богом 24 часа. 24 часа в день. Хождение с Богом. Найду ли я веру? Найду ли я того, кто по-настоящему любит Бога? По-настоящему идет за Ним? По-настоящему платит цену? Бог сегодня медлит ради того, чтобы верующие люди, которые познали уже Господа, они пересмотрели свою жизнь, свое хождение с Господом. Потому что многих уже, извините, но назвать верующими даже нельзя. Ты посмотришь на и дела, и поступки, и ты скажешь, неверующие лучше поступают, чем те люди, которые познали Господа. Это печально, но это факт. И Бог дает шанс сегодня, в это время, чтобы те, которые познали Господа, сегодня воспряли, и сегодня сделали все возможное и невозможное, что даже если прилетит, если что-то произойдет, ты знаешь, что ты спасен. Ты знаешь, куда ты пойдешь. Тебе не страшно. Послушайте, в любви нет страха, написано. В любви нет страха. Что мы боимся за жизнь? Если мы любим Бога, если мы наполнены Богом, нам, чего мы боимся, дорогие? Бог медлит ради того, чтобы мы сегодня пересмотрели свою жизнь, пересмотрели наши пути и поступки. Бог сегодня ревнует о каждом, чтобы мы не просто когда-то горели, когда-то бежали, когда-то что-то делали, но сейчас это время. Тесные обстоятельства должны побуждать верующих больше молиться, больше платить цену, больше творить дела Господни. И медлит Господь ради того, чтобы спасение пришло в каждый дом, в каждое сердце. Но кто расскажет им об этом? Кто явит Христа, как не мы, дорогие мои? Бог медлит, чтобы найти веру по-настоящему. В веру, чтобы люди по-настоящему пригласили Его. Тогда меняется жизнь человека. Ведь посмотрите на меня. 20 лет назад я просто уничиженная проблемами, зависимостями. Просто уничтожена была дьяволом вообще. Я не имела шанса на жизнь. Но сегодня 20 лет прошло. Я оборачиваю, думаю, неужели это было со мной? Сегодня моя жизнь полностью перевернулась. Я благодарю за каждую секунду, прожитую с Богом. Это вот должно произойти вот это изменение. Не просто я покаялся и продолжаю жить, устраивать свою жизнь. Бог мне дал семью, дал детей, работу. И я класс. Благ Господь. Нет. Он спас нас, освободил, чтобы мы научились сегодня жить не для себя, дорогие мои. Но научились жить, благословляя других, спасая других, вытягивая других. Делая все, чтобы было видно твоя жизнь, истинного крестьянина. Бог медлит. Бог медлит, чтобы мы воспряли. Чтобы мы научились жить так, как хочет жить Господь, дорогие мои. Бог медлит. Бог медлит ради нас, дорогие. Ради спасения нашей души. Потому что, к сожалению, даже с тех, кто произнесли молитву покаяния, к сожалению, если что-то произойдет, они не пойдут на небо. Мы должны отдавать этому отчет. Потому что давно погрязли в своих делах, заботах, грехах, суете. Мне, мое, для меня. Слушайте, дорогие, Бог медлит и ожидает перемен в жизни нашей, прежде всего, возлюбленной. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли веру? Поэтому Бог желает, чтобы мы стали по-настоящему людьми, которые провозглашают и говорят, я верующий, я верю в Иисуса Христа. Но я не просто провозглашаю и говорю, но я истинно верующий, который живу этим и делаю все, чтобы эта вера, она распространялась. И чтобы в это тяжелое время мы стали ответом для этого мира. Аминь. Чтобы мы стали ответом и чтобы мы искали возможность, кого мы сегодня можем спасти, кому мы сегодня можем помочь. Молимся и действуем. И наша вера – это действия наши. Итак, хочу, что нам нужно, чтобы пребывать в этой вере? Несколько пунктов. Каждодневная молитва первая. Мы не пренебрегаем молитвой. Молитва не просто ради молитвы, но молитва, когда я общаюсь с Богом, когда я укрепляюсь в Его силе, благодати. Дорогие мои, нам нужно выстоять в это время. Нам нужно пройти это время. Нам нужно не пребывать в депрессии. К сожалению, сегодня сталкиваешься с тем, что верующие люди, они просто в таком страхе пребывают, в такой панике. Послушайте, ответ для нас. Ищите Господа. Укрепляйтесь Богом. Наполняйте свою внутренность Богом. Укрепляйтесь этой благодатью, чтобы в это время не ходить в страхе. Но наполняться Его истиной и быть свободным от этого. И просто высвобождается в Божьем присутствии Его сверхъестественная сила и благодать, чтобы мы все это прошли. Аминь. Итак, первое, я сказала, каждодневная молитва. Следующее, второе, каждодневное, мы это знаем все, но я напоминаю вам, каждодневное пребывание в Слове. Слово. Слово, которое будет помогать нам также формировать характер. Слово, которое будет укреплять нас, потому что Слово полное благодати. Слово, которое будет нам давать победы и свершения каждый день. То есть, каждодневное чтение Слова. Не пренебрегайте этим. Третье, написала страх Господи. К сожалению, военные действия, все, что сегодня происходит в нашей стране, оно привело к тому, что по действиям людей, ты смотришь, люди потеряли страх Господень. А это же важно, чтобы страх Господен, он пребывал внутри нас. Поэтому страх Господень, это что? Это не то, что я боюсь. Знаете, когда у нас страх Господень, тогда ты не боишься людей. Но ты боишься огорчить своего Бога. Поступать неправильно. Поверьте, война, она не оправдывает наше беззаконие. И наши действия Бог видит и знает. И вы тогда не придете. Ну, Господь, я вот тут грешил, потому что война ж была. Ну, как бы, а как же ж тут было вот в этой ситуации, в той. Поверьте, не оправдаюсь. Но страх Господень, он помогает нам не переступать те грани, которые, все, мы свободны от этого. Нам не надо переходить. Но пусть страх Господень, он пребывает в нас. Следующее. Чистота и святость. Без святости. Без святости никто не... Послушайте, как важно, дорогие. Оно как бы где-то рядом, знаете, страх Господень. Но это так важно. Так важно хранить себя в чистоте и святости. Знаете, научиться, даже если где-то приступаем, где-то зашкаливает лексика, зашкаливает какие-то дела, злость, потому что, ну, реакция человеческой эмоции. Но у нас есть Господь. У нас есть наши лидеры, наши пастыря. Выносить, каяться, меняться, делать все угодно, чтобы чистота и святость пребывала в нас. В делах и поступках она должна пребывать. Война не оправдает никакой грех. Поэтому чистота и святость, на чем нужно смотреть всегда. И следующий, пятый пункт, это служение Господу, дорогие мои. Ну, знаете, ну, если человек пережил встречу с Богом, он не может жить для себя. Ну, вот не может. Все его естество желает служить и отдавать, потому что мы даром получили, даром отдайте. Поэтому, если еще кто-то где-то там колеблется, думает, где я могу, послушайте, мы все призваны служить, служить другим людям, служить Господу и от этого получать наслаждение, радость. Поэтому, когда мы отдаем, вот, я думаю, каждый может засвидетельствовать, когда ты с кем-то поделился, просто даже вот так помог кому-то, тебе радостно, тебе хорошо. Поэтому, служите, помогайте, ищите любую возможность, кому вы можете послужить и явить Христа. Поэтому, вот таких пять простых пунктов, которые будут помогать нам жить верой, жить Господом и совершать то, что Господь желает совершить через нас. Итак, почему Господь медлит? Почему Господь медлит? Мы читаем. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Бог медлит, чтобы вся земля украинская, каждый человек пережил встречу с Богом. И те, которые уже знают Господа, воспряли, отриснулись, что-то я расслабился, и продолжали жить, как настоящие верующие люди, которые познали Господа, как своего Спасителя. Аминь. это то небольшое слово, которым я хотела с вами поделиться, кратко, но от всего сердца, честно. Вот. Люблю вас, благословляю, спасибо этому Дому, спасибо нашим пастырям, они для нас, ну, пример, вот для меня такой пример этому Дому Божьему, этому Дому Божьему, где, несмотря ни на что, несмотря ни на что, знаете, церковь действует, все происходит, знаете, нам всегда есть, где кормиться, где наполняться, поэтому, слава Богу, спасибо пастыре Андрею, знаем, что вы смотрите, да, вот, спасибо пастыре Вале, вообще, каждому, каждому человеку, вы ценны, вы семья, поэтому, давайте поднимемся, помолимся, пусть Бог, знаете, совершает свое действие внутри нас, Аллилуйя, дорогой Господь, спасибо за это слово, это прежде слово ко мне, я знаю, что ты, Господь, желаешь, чтобы мы произнесли молитву еще много лет назад, но ты желаешь, чтобы мы сегодня всегда помнили, откуда ты достал нас, чтобы мы всегда помнили, что ты живой и реальный Бог, и ты желаешь действовать, ты не умер, просто, чтобы мы знали, но ты воскрес, и пусть это воскресенье сегодня, оно действует через нас, оно совершает то, что угодно тебе, чтобы мы в это время, чтобы мы в это время, мы совершали свое спасение и спасали других людей, мы даром получили от тебя, пусть это будет даровано другим, кто еще не знает тебя, ты медлишь, ты медлишь, Господь, ради веры и спасения каждого человека, спасибо за эту милость и благость к нам, и весь Божий народ сказал, аминь, аминь,